Всем привет! Сегодня попытаюсь рассказать, просите за мой голос немножко простывший, еще не закончилось мое лечение, или оно уже закончилось, но никакого эффективности нет. Попробую ответить на некоторые вопросы, которые возникают в течение нашей жизни и в течение нашего путешествия. Значит, первое, не найду работу. Работа в Америке полной, ее всегда и везде можно найти. Вопрос в том, что сколько тебе за нее заплатят. Работы с минимальной оплатой труда хватит, чтобы купить себе еды и переночевать в хостеле. А чтобы заработать сверх минимум, нужно следовать моим руководствам в видео уроках. Так вот, работу вы сможете найти реально везде и всегда, в Америке. Даже в других странах просто главное найти подход. То есть, например, как в некоторых странах, как Китай, я зарабатывал, продавал фотографии. Там же также можно было устроиться на работу, просто зарплата, естественно, в некоторых странах не такая высокая, как в Америке. Например, в сравнении с Америкой, это может быть Канада, быть и Австралия. Поэтому надо вообще не бояться и пробовать. Каким образом делал я? Есть, конечно, уже отработанная схема, на той, на которой я заработал. То есть, вы приезжаете в тот же самый Майами, я вам даю контакты людей, у которых вы делаете регистрацию, например, на такси, на лифт. Он вам помогает сделать страховку и, может быть, поможет вам по поводу поиска машины в аренду. И вы начинаете уже движение. Это уже проверено, уже второй человек работает по этой схеме и он начал работать через 3 или 4 дня после своего приезда. Это круто. То есть, доход сразу пошел и примерно, начиная от 100 долларов в день, вы начинаете зарабатывать. Это реальные заработки. Конечно, я выходил на норму 140-150 и даже у меня был рекорд 230 долларов или 240 в день. Но это разовое, в основном, если посчитать и разделить количество дней в месяце, получается, что вы будете приносить где-то 130-140 долларов, если будете работать без выходных и 12 часов в день. Но это на самом деле сложно, через пару месяцев начнет уже психика ломаться. Но это возможно. Поэтому страхов на самом деле у всех они будут. И даже то, что я сейчас вам скажу, они все равно у вас будут происходить. И без этого, ну просто, ну никак. То есть, вы будете бояться, потому что моя судьба, то, что какие, не знаю, карма или там везение, какое у меня, это не значит, что оно будет у вас. То есть, вот, например, я редко болею, но, видите, вот сейчас заболел, не могу пока выкарабкаться. Хоть на самом деле по болезням путешествий максимум это может быть какое-то немножко легкое расстройство желудка. Вот, ну всякое, видите, в жизни бывает. Также вы можете устроиться на мувинг. В принципе, схема довольно проста. Я также могу вам дать координаты. И вам, вы просто идете на собеседование и устраиваетесь на работу. Но эта работа уже временная тем, что, ну так называемый сезон, хоть вроде в Майами его нету, но на самом деле оказывается, что летом люди переезжают, а зимой почему-то нет. Но вот как-то так. Поэтому есть второй вариант, это мувинг. Так что схема работы и заработка в Америке, вам лучше не бояться, а пробовать работать по моей той же самой системе, которую я отработал, которую я уже уверен, что она работает и зарабатывается. А думать о том, что много людей туда приезжают и работают в такси, ну не думайте. Количество людей, многие, которые катаются в Америке на такси, их много. И американцы не поменяют свой образ жизни. Следующий вопрос. Не найду работу, меня грабят, ограбят могут в любом городе вне зависимости от чего. От чего-либо вопрос невозможности ограбления, а ваши страхи. Это вас угнетает. Ну, хотя шансы ограбления все одинаковые, но вы можете предпринимать определенные действия, которые могут уменьшить вероятность ограбления. Об этом я тоже рассказывал в своих видео уроках. Значит, с какими столкнуться проблем вы можете? Естественно, если вы носите какой-нибудь хороший телефон, золотые вещи, хорошая одежда, нормальный вор это заметит. И будет стараться как-нибудь ограбить. Но в Америке лично я оставляю шлем на мотоцикле. Очень часто у меня даже в моих вещах лежат и в моем мотоцикле лежат и паспорт, и какие-то НЗшные деньги просто на двух замочках. То есть не такие, как замки с ключами, а просто за щелка. Здесь как бы нет такого, как лазят. Конечно, есть вероятность, что вас могут ограбить, но есть два варианта ограбления. То есть первое, когда вас ведут и заходят и грабят вашу комнату, тут уже вы ничего не сделаете, это просто ваша карма, вам не повезло. Если, опять же, вы просто светили и таким образом и нарушили определенные правила, то есть не показывать на вид, а мы очень часто едем и хотим похвастаться тем, что у нас есть. И второй вариант ограбления – это случайно нарваться на какого-нибудь наркомана, но тут уже никто не может быть застрахован. Хоть, ну, если только у вас будет, конечно, секьюрити рядом. Но когда у вас будет секьюрити рядом, другие люди заинтересуются вашими вещами, откуда вы имеете деньги на оплату такого человека. Поэтому бояться вам не стоит. Есть страны, конечно, которые попадают под группу риска, но, например, как страны Азии, Америки, они довольно безопасные. И здесь просто люди живут достатка другого. А если они даже живут и ниже, то у них такие дотации, что, в принципе, сесть им в тюрьму, ну, как бы нет смысла. И что у вас украдут? Ну, паспорт ваш никому не нужен, рабства здесь такого нету, ну, по крайней мере, я не слышал. А телефон? Ну, за сколько вот телефон можно? Вот такой телефон, как у меня, я покупал в Беларуси, я что-то отдавал 250, около 300 долларов. Здесь он стоит 200 долларов на eBay. Ну, за сколько он продал? За 50 долларов. Да он, если просто будет ходить с протянутой рукой, он за день 50 долларов легко наберет. Ну, то есть, несоизмеримо. В Америке, я бы сказал, что это вообще пункт надо убирать, потому что вообще не бояться никакого ограбления, его здесь не будет. Следующее. Меня украдут, если вы будете вести себя как очень дорогое бревно, то действительно есть шанс, что вас кто-то украдет. Америка не та страна, в которой можно произойти подобное. Если ваш страх всегда одолевает вас, то всегда можно принимать меры безопасности, которые не позволят вам попасть в подобную ситуацию. Об этом я также расскажу в своих уроках. Значит, купите себе газовый баллончик. Для того, чтобы перевезти его в самолете, довольно все просто. Вы его уложите в косметичку, маленький газовый баллончик. Вы можете также его приобрести здесь в Волмарте. Это лучшее средство вообще от каких-то людей. Чтобы вас украли и вообще вами заинтересовались, вы должны быть какой-нибудь медийной личностью и иметь деньги за то, чтобы получить выкуп. В Америке вы никому не нужны, вот, скажем так, вот в плане ограбления. Тут миллионеры на миллионере, и так хватает, кого можно украсть. Так что не парьтесь, с вашими деньгами, с моими деньгами однозначно никому его не надо. Ну, главный вопрос для девушек. Меня изнасилуют. Парням, кстати, можно тоже побояться. У меня был опыт, как, ну, по крайней мере, во Вьетнаме, там, ко мне человек пытался приставать. Вот. Но в основном, ну, изнасилуют, опять же, как вы будете ходить. Если вы идете вызывающие, то, возможно, вероятность. Вы видите, наверное, фильмы, и вам, наверное, кажется, что, о, тут вот фильм был, смотрел, тут четыре пацана напали на девушку, изнасиловали ее. Америка вообще, на самом деле, страна очень правопорядочная, и американцы очень боятся многих незаконных действий. Поэтому я бы сказал бы, если вы не будете сильно выпившие, или ты не будешь сильно выпивший мужик, то ничего с тобой не произойдет. Всегда можно сказать, я сейчас вызову полицейских, и это людей всех тормозит. На самом деле, они здесь очень законопослушные граждане. У меня не получится. Страх этот у меня также всегда присутствует, что я не смогу заработать, у меня не получится, но это просто страх. Я не знаю, почему, это может быть какой-то наш инстинкт самосохранения, здравый смысл, который постоянно говорит, что а-а-а, какая-то будет проблема. Наша жизнь – это и есть наша проблема. Мы всегда сталкиваемся с проблемой. У нас не идет всегда все гладко. Ну, по крайней мере, идет, но не всегда. То есть, даже пойти в магазин, мы и то можем иногда не купить тех продуктов, которые у нас есть. Потому что просто вот, ну, они закончились. Поэтому париться о том, что у тебя что-то не получится, ну, сиди дома тогда на диване и все. Ты должен развиваться, ты должен рисковать, ты должен идти на какие-то новые действия. Если пойдешь другой дорогой, ты что-то узнаешь новое. Ты постоянно должен развиваться, ты постоянно должен чему-то учиться. Поэтому все у тебя получится. Следующее. Я ничего не умею. На самом деле в Америке даже ленивый может заработать. Если ты не хочешь вообще ничего делать, идешь в магазин и говоришь, ребята, я могу ходить с табличкой, видели на аэрофильмах. 10 долларов в час они платят. 50 долларов ты в день заработаешь. Этого будет достаточно для того, чтобы ты мог прожить, питаться, снимать комнату и будешь стоять, слушать музыку, потанцовывать. Я видел, как ребята там танцуют, тренируются и с табличкой все это делают. Поэтому, опять же, не парьтесь, вы, ребята, все можете. Вы можете также научиться. Даже вот возьмем работу в мувинг. Вы, вроде кажется, придете на какую-то новую должность, посудомойку или там, как я был, пришел в магазин по раскладке товара. Меня учили. Поэтому вы научитесь. Вы выберите ту работу, которая была бы вам интересна или то, что вы хотели бы попробовать. Это гораздо легче и проще, чем идти специально на ту работу, которую вы знаете, например, там, мыть полы. Ну, например, да. И вы знаете, что, с какими трудностями вы столкнетесь, зачем переезжать или там зарабатывать, зная этот опыт, приехать и делиться его в Америке. Лучше приехать в Америку и изучить что-то новое. Это интересно. Вы познакомитесь с новыми людьми, увидите какие-то работы с другой стороны. Мне кажется, это прекрасно. Вот я сейчас на данный момент хочу тоже поехать попробовать себя волонтером на какой-то ферме. Я не скажу, что это мне надо. Я могу заработать и в другом месте. Как минимум 50-40 долларов я в день теперь могу зарабатывать на доставке еды, постмейт. Я во многих своих видео это говорю. И вам достаточно иметь только велосипед или мопед, и вы можете уже зарабатывать 40-50 долларов в день. А если будете количество больше делать и ваше везение, то почему нет? Постмейт – это доставка еды, то есть ты как курьер используешься, если кто не знает. Поэтому, ребята, экспериментируйте. Не бойтесь, вас научат. И, естественно, сразу главное быть открытым и хотеть учиться. Очень часто люди говорят, ай, ну сделай ты, узнай это ты. Ну, ты же все это знаешь, поделись. Вам надо приложить немножко усилий, как, например, изучение английского. Ну, без желания не получится. Есть много людей, которые живут в Америке и даже не знают английский. Они просто не хотят это делать. Поэтому, если вы хотите, хотите что-то поменять, этого достаточно, чтобы у вас что-то все получилось. Следующий вопрос. У меня нет водительских прав. Америка – страна как раз для вас. Вам достаточно выслушать 4-х часовой курс и сдать на права. Вам не надо иметь свои собственные права в России. Вы даже если лишенный, вы можете приехать в Америку, пройти этот 4-х часовой курс. Могу ошибаться, может быть он 2-х часовой курс. То есть прослушивает, вам задает какие-то вопросы и идти сдать. У меня такой знакомый, один по имени Дима, как раз-таки это сделал. Он приехал, прослушал эти курсы, пошел и сдал. И уже сейчас с правами. Поэтому не парьтесь. Если у вас есть права, вы просто не слушайте этот курс, а также сдаете вождение и теорию. Чтобы сдать теорию, вам достаточно просто зайти на комминсайте, забить информацию какого-то штата, например, сдача на права в Майами или во Флориде. И вам откроется пару сайтов, где вы просто почитаете. Если вы очень ленивы, то всегда в группах, в социальных сетях, в ВКонтакте, в Фейсбуке вы можете найти людей, которые помогут вам этому. За 200-250 долларов вам придут, придут за ручку, расскажут, как, что сделать, дадут вам литературу, вы почитаете, подготовитесь, боитесь создавать права. Не парьтесь, ребята. Это на самом деле очень все просто. Ну, вообще главное не бояться. Боюсь заболеть. Но тут уже извините. Вы можете упасть, подвернуть, сломать. Я с детства был довольно шебуртной ребенок и постоянно что-то ломал, и у меня много поломов и руки, и ног, и сотрясений нечетное количество. И вообще постоянно какие-то, ну, видите, я здесь, да, я простываю, бывают такие сложности, ну, в дождь ты можешь попасть, там, я поспал вот на улице, замерз, у меня спальник не был подготовлен для этого, у меня плюс 15, а было на улице, там, градусов 12-10, и все, я подмерз. Всякое бывает. Но всегда есть таблетки, всегда есть, если на крайний случай, медицина. Некоторые ребята мне рассказывали, что даже при авариях чувак там, типа, говорил, у него спрашивают, типа, номер страхования, а он такой, ну, достоин, а-а-а, там кричит и все. Его лечат, потом его писают, он говорит другую там фамилию, другой какой-то номер, и все, выходит. Ну, вас могут, если что, даже вы здесь поломаетесь сильно, Вас могут вылечить, у вас не будут страховки, вам выдадут счет Ну, вы свалите, свалите обратно в Россию Ну все, ничего вам не сделают, так что не парьтесь, то же самое Это все очень просто